В минувшие выходные в Лабытнанге стартовала шестая спартакиада среди работников муниципальных учреждений и предприятий. Это одно из самых массовых спортивных мероприятий города. В этом году в списке участников 21 команда, в том числе сотрудники Лабытнанги ТВ. После торжественной церемонии открытия начались игры по волейболу. Легкоатлетов любители в Лабытнанге встречают торжественно с музыкой. Они весь год бегали, плавали, прыгали, отжимались, ставили личные рекорды. И все в перерывах между работой. Десять видов спорта, бескомпромиссная борьба. Азарт соревнований спартакиада муниципальных предприятий и организаций вовлекает здоровые игры. Игры все большее количество горожан. Поздравляю вас всех с большим спортивным праздником. Желаю получить от этих больших соревнований удовольствие. И, конечно, без травм. Не болейте. Искренне поздравляю всех вас с тем, что вы являетесь такими самыми активными, самыми спортивными, креативными жителями нашего города. И активно реализуете национальный проект «Спорт. Норма жизни». Большое вам за это спасибо. В спартакиаде 2019 в группе А победила команда Департамента финансов. Спортсмены администрации города уступили лидерство. Стали серебряными призерами. На третьем месте в прошлом году оказалась команда управления физической культурой и спорта. В группе Б первое место осталось за командные центры спортивной и физкультурно-массовой работы. Второе за спортивные школы «Юность». И третье у гимназии. В спартакиаде 2019 года мы действительно готовились усиленно, усердно. Объединился коллектив. Мы принимали участие в тренировках, принимали участие во всех видах. Поэтому вот этот результат – это достижение всего коллектива и заслуга общей команды. В 2020 году мы не собираемся уступать свои позиции, сдавать. Мы собираемся продолжать в том же духе, показывать еще более спортивные, успешные результаты на благо нашего учреждения города. Мы два года одержали первое место, но в этом году уступили. На следующий год будем стараться опять победить. Конечно, боевой настрой. Мы, конечно, рассчитываем на свои силы. Но и тренировка в первую очередь. Потому что, чтобы победить, нужно, чтобы команда была сплоченная, спортивная и тренированная. В «Спартакиаду-2020», которая стартовала в новом спортивном комплексе «Полярный», включены 10 соревнований. Они продлятся до конца декабря. В программе состязаний появились новые виды спорта. Участвует в группе А 11 команд, в группе Б 10 команд, всего 21 команда, 10 спортивных дисциплин. Но мы внесли изменения в «Спартакиаду-2020». Сейчас будет плавание эстафета и многоборье ГТО. Два вида. И пробный тестовый вид у нас будет лыжная эстафета. Первым этапом «Спартакиады» стал волейбол. На площадке друг друга приветствуют команды ЖКХ «Ямал» и Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму. По свистку команды идут в атаку. Игроки в синей форме первыми забивают мяч. Команда настроена на победу. Итогом этой встречи стала победа игроков Управления физической культуры и спорта. Игры по волейболу будут проходить до конца февраля. Всего их запланировано 60. Болельщиков приглашают в спортивные залы «Олимп», «Полярный» и «Сокснежный». В этом году участники «Спартакиады» посвящают свои достижения 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Дарья Самородова, Николай Снегир, программа «Время местное».